Да, но у меня на самом деле будет простой доклад. Даже пентестеры поймут, наверное. Да, я сейчас работаю в Wildberries, раньше работал в Bizon. Сегодня мы поговорим вообще про самую базу, про сети, про то, как пен работает, про DPI немножечко, обсудим, поблочим различные протоколы, потом помаскируемся. И во второй части, больше практической, про Wildberries поговорим. Давайте вспоминать стек. В OSI модели у нас 7 уровней, соответственно, ее практическая реализация стеки TCP IP 4 уровня. Что нужно знать? Что на самом низком у нас работает интернет, который имеет заголовки MAC-адреса, MAC-адреса, источник, указательное значение. В него инкапсулируется протокол, который называется IP, в основном IPv4, в котором тоже есть свои заголовки, в основном это IP-адреса, источник, IP-адреса значения. В него инкапсулируется еще один протокол, в него инкапсулируется еще один протокол. Вот так это примерно выглядит. Что нужно понимать из этих двух слайдов? То, что один протокол инкапсулируется в другой. На этой идее мы дальше будем строить наше повествование. И еще немножко про VPN, чтобы мы потом понимали, о чем мы вообще говорим. Значит, VPN — это виртуальная частная сеть. Она функционирует поверх существующего TCP IP стека. То есть есть один стек, внутри него инкапсулируется еще один стек. И за счет этого мы получаем еще одну сеть поверх свободно существующей. Но стоит отметить, что VPN и VAT разные. Можем соединять две локальные сети между собой. Можем просто подключать клиента к какой-то инфраструктуре. Конечно, в VPN есть шифрование. Иначе это не было бы частной сетью. И вот я отдельно хочу сказать, что протоколов может быть много. Мы не будем говорить про всем, мы говорим только про парочку. Но идея общая. То есть в один стек инкапсулируется другой стек. И еще немножко про VPN в Linux. В Linux используется пульси-бейст раутинг. Насколько я знаю, в основном, хотя может быть и нет. Поднимается свой виртуальный интерфейс. Пакеты прогрессируются через него. Соответственно, его слушает какой-то бинарник. Бинарник OpenPN. Он шифрует его, докладывает его в другой пакет и отправляет на сетевую карту. Естественно, обычно, когда вы просто генерируете какой-то трафик, он напрямую идет на сетевую карту и оттуда в интернет. А здесь мы получаем вложенность. Вот, кстати, на картинке, как мне OpenVPN зарулил маршруты. Теперь про DPI. DPI — это технология. В общем, это что-то про фейрволлы. DPI умеет анализировать не только заголовки пакета, но еще и содержимое. То есть у нас есть IP-заголовки, у нас есть TCP-заголовки. А вот то, что внутри, обычные протоколы не умеют анализировать. Вот как раз DPI решает эту проблему. Вообще-то DPI — это не про блокировки. В основном это про quality of service. То есть какой трафик нужно с каким приоритетом проксировать. Ну и нужно сказать, что он бывает активный и пассивный. Соответственно, он либо вмешивается в работу и может напрямую влиять на то, как пойдут или не пойдут пакеты, либо он просто слушает и прям может отвечать. Далее. Что может заблокировать DPI? Ну, понятно, что IP-адреса и порты — это может и обычный фейрволл. Он может блокировать DNS-запросы. Он может заблокировать TLS-сессию. Он может заблокировать какие-то известные паттерны. Он может заблокировать такой опасный протокол, как Wireshark. Да, ну я извиняюсь. Ну еще просто. И вообще это не я писал. Я имел в виду себе дамп. Ну и вообще, короче, все что угодно, вплоть до white list. То есть какую логику вы напишете, такая будет реализованным. Мы пойдем сейчас от простого к сложному. Сначала блокируем вообще не шифрованные протоколы типа DNS, а потом поговорим про более сложные варианты. Значит, как обычно, если мы хотим заблокировать какой-то DNS-запрос, как мы будем это делать? Допустим, мы сетевой администратор, у нас есть какой-то межсетевой экран. Мы хотим, чтобы вот на такие определенные адреса люди из нашего офиса не ходили. Нам даже не придется ничего блокировать. Мы просто поставим пассивный DPI и будем отбрасывать оригинальные пакеты. Сейчас дальше я покажу вам картинки, будет понятнее. Идея такая, что мы просто будем редиректить наш запрос на наши DNS-сервера и уже отвечать, что мы хотим. Понятно, что если мы просто поменяем DNS-сервер, это проблем не решит. Как бы DPI может видеть любые незашифрованные пакеты, но решение есть. Мы можем накладывать дополнительно TLS-шифрование. Вот DNS-сервер, TPS, как раз, кажется, это решает. Ну и, правда, мой франк не был. Значит, я сделал запрос, но поскольку я показывать, конечно, не могу, куда я запрос сделал, я его замазал. Смотрите, что происходит. Мы делаем запрос на какой-то запрещенный веб-сайт. Нам DNS-сервер провайдера отвечает. Вот сходи на такой IP-адрес. Мы на него идем, и нам присылают просто HTTP-пакет с редиректом. Мы идем на редирект. Ну, как видно отсюда, какой мы дальше DNS-запрос сделаем. Мы идем на lowfilter.rtelecom.ru. Понятно, что там просто высветится картинка, типа вам туда нельзя. Вот, далее. Допустим, мы захотим сблокировать TLS-сессию. Как мы это будем делать? Есть такой extension, когда мы устанавливаем TLS-сессию. Значит, сначала происходит нешифрованное установление соединения. Вот я написал, что заголовок соединения зашифрован. То есть там просто написан домен, и это никак не шифруется. Соответственно, провайдер может… наш мешочковый экран может это прочитать. Ну, мы грепуем по банвордам. Понятно, что вот если мы нашли, типа, какой-то запрещенный ресурс, мы просто обрываем сессию и все. Есть расширение, которое называется encrypted SNI, которое, кажется, должно решить проблему, но вообще я не знаю, чтобы оно где-то использовалось. То есть, может быть, какие-то популярные там веб-ресурсы используют его, но… Окей. Допустим, мы хотим сблокировать целый протокол. Как мы можем это сделать? Стоит сказать, что почти любой протокол имеет свои сигнатурки. Понятно, что если вы не пытаетесь маскироваться под что-то, то, скорее всего, провайдер поймет, то есть мешочковый экран поймет, что вы за протокол, и сблокирует вас, если вы там в блокисте. Кроме того, помимо самого протокола, всякие библиотеки для шифрования имеют свои сигнатурки. По ним тоже вас можно поймать. Даже если наш мешочковый экран этим не занимается, то он может поймать нас на размерах пакетов, на вредных метках, на том, как пакеты летят друг до друга. Кроме того, можем использовать Active Probes для того, чтобы посылать… Ну, я про это дальше скажу. Да, я написал, что блокирует протокол целиком обычно – это плохая практика. Так редко кто делает. И про machine learning. Нейросети развиваются. У нас количество сложностей алгоритмов растет, и поэтому чем растет сложность алгоритмов, тем быстрее они будут понимать какой-то протокол и банить его. Значит, у нас есть репорты из страны с изумрудным драконом о том, как вообще мы можем заблокировать протокол, который выглядит как просто рандомная последовательность байта. Вот смотрите. Первое – ноу-хау. Например, у нас есть пакеты, в котором 20 символов подряд идут ASCII символы. То есть символы там в каком-то пределе. Окей, мы можем их не блокировать, а остальные типа обрезать. Вообще это происходит рандомно, но вот ресерчеры исследовали и выявили вот такую вот последовательность. Например, если залог начинается с get, ну понятно, что есть запрос, тогда мы его типа не баним. Если мы не переходим на что-то из байта-листа. Далее. Вот справа от меня, справа от вас, вы можете посмотреть на то, какие правила, каким правилам товарищ C, Firewall, может просто каким-то рандомным методом пытаться заблокировать протокол, который не похож ни на что. Это просто последовательность байта. Вот вы видите, что там больше 20 байтов это какие-то смыслы, наски, символы. Окей, мы его пропускаем, мы его не анализируем. Еще пару слов про Active Probing. Это когда мы крафтим заранее какой-то пилот, отправляем его на сервер и ожидаем то, что он сделает какую-то определенную реакцию. Например, вот я привел OpenVPN. OpenVPN, он по-разному реагирует на то, какой запрос мы ему отправим. Вот есть Base Probe 1, Base Probe 2, видите. И он на них реагирует по-разному. Вот идея вот такая, что мы даже офусцированный трафик, даже если мы не можем вообще понять, что это, и мы не можем это заблокировать, то мы всегда можем придумать такой Active Probe и послать его, и получить какую-то реакцию на основе ее, как дальше действовать. Далее. Окей, мы поблокировали, теперь мы хотим сделать так, чтобы нас не заблокировали. Значит, ну, какие-то общие слова. Мы маскируемся под протоколы, которые не заблокируют. Ну, понятно, что SSH, скорее всего, не заблокирует. То есть на нем вся инфраструктура построена. HTTPS не заблокирует. Вот мы пытаемся как бы выглядеть, как они. Мы меняем порты. Понятно, что это не поможет. Мы проксируемся… Ладно, не буду. Мы стараемся использовать различные связки протоколов, потому что чем больше мы устанавливаем одно соединение, тем дольше мы его держим, тем больше вероятность, что нас просто… что нас поймают. Мы используем kill switch, то есть как только VPN падает, мы тут же перестаем, тут же разрываем соединение. Мы не пользуемся какими-то VPN провайдерами, даже платными. Ну и что из техники я могу предложить? Я могу предложить некоторые конкретные протоколы. Мы не будем о них говорить. Мы просто как бы пронизируем идеи. Значит, мы можем прятаться за SSH, можем прятаться за HTTPS, мы можем прятаться просто за рандомной последовательностью, которая непонятно, что это вообще. Мы можем прятаться за комбинацией протоколов, мы можем использовать всякие VPN-ы, там, совпускации, или если вам это не подходит почему-то, мы можем запатчить кустарными методами, как вот, например, имеет патч ксорскрамбл для OpenVPN, который просто ксорит весь пакет. Ну, мы можем использовать какие-то оверлейные межсети, тоже про это как бы. Значит, вторая часть. Мы посмотрим на то, понятно, что мы, я это не просто так выдумал, мы сталкивались с проблемой в Albreed, и вот как мы ее решали. Первое, что хочу обратить, что прежде записал не я, это понятно, да, поэтому последний пункт не считаем. Компания, у нас 4К-пользователи на OpenVPN, понятно, что OpenVPN трогать нельзя, конфиг трогать нельзя, ничего трогать нельзя, пользователи тоже трогать нельзя, то есть ничего нельзя там и сортовать, я не знаю. Понятно, что решение должно быть простым, понятно, что сервер не должен быть связан с внутренней инфрой, и предпоследний тоже не считаем, хотя и ладно. И должно работать даже, то есть должно работать на всем автопарке устройств, которые поддерживаются, начиная от Windows, заканчивая телефонами. Да, и тут еще одно слово про OpenVPN хотел сказать, вот типа OpenVPN, я на самом деле просто хотел показать этот слайд с тем, как OpenVPN устанавливает соединение, чтобы понять, что, как вообще мы можем опознать, что даже если трафик был зашифрован, что это OpenVPN. Тут понятно, что тут какое-то уникальное рукопожатие, которое очень легко детектится. Ну и, кстати, хотел заметить, что OpenVPN из коробки умеет парксироваться через SOX. Собственно, этим мы и занялись. Мы заворачиваемся на схем, мы берем самую свежую реализацию, что до SOX, мы скидываем там струннику бинарник, он его поднимает, поднимает прокси, поднимает OpenVPN, как бы, ну вот так мы и реализовали, в общем, так мы и решили наш задачу. Значит, еще два слайда. Первый, с каким проблемой мы столкнулись? Ну, понятно, что пользователи сами ничего не умеют, они не умеют поднимать прокси, они не умеют ничего писать в конфиг, плюс иногда бывает, что пакеты становятся настолько большие, что они приступят вязать в МТУ. Если кто-то будет поднимать потом в что-то SOX, то вы можете столкнуться с проблемой, что OpenVPN 3 проксирует SOX не умеет, умеет только OpenVPN 2, но это open source moment. И также непонятно, как отлаживать вообще телефоны, то есть хорошо бы, когда вы один протокол в другой как бы вкладываете, чтобы вы могли понимать, что вообще происходит. Вот, ну и последнее. Мы поняли, чему вообще научились, как бы зачем я это все вам рассказал. Мы поняли, что поддерживать парк разных операционных систем очень тяжело, то есть у нас есть пользователи на Linux, на Windows, на Mac, и для всего этого нужно какое-то общее решение. Мы поняли, что open source это хорошо, но если вы столкнулись с какой-то проблемой, то вы не можете позвонить кому-то, вы не можете у кого-то спросить, вы остаетесь сами с собой. То есть если кто-то на форуме что-то написал, вот я делал так, тогда да, вы можете попытаться взять его решение, это может помочь, а может и не помочь. Из этого вытекает следующий плюс, что когда у вас хорошая документация open source проекта, что достаточно, ну ладно, бывает. То есть хорошая документация, она помогает вам вообще как бы, когда вы проводите R&D, понимать вообще, вы сможете ли это поддерживать или нет. Ну и не стоит на дооцене гайда в интернете. Иногда это единственный источник, и вообще всякие форумы, хабр и так далее, иногда это единственный источник, потому что, ну, задача настолько специфичная, или задача просто такая, что никто ее там в корпоративных решениях не использует или не говорит о ней. Вот, у меня все. Спасибо. Я надеюсь, что не очень по-капитански получилось, но я типа хотел… Добро. Спасибо за доклад. Что ты можешь предложить в рамках, как это можно обернуть в SPF-движуху? Вот эту историю с Albon and Pen, саксами. Я бы, вот я, кстати, сидел и думал насчет этого, типа можно ли какой-то таск написать, но я бы что сделал? Я бы написал, ну, то есть можно, что можно сделать. Можно написать какой-то протокол, и этот протокол будет вот так же, как китайский firewall, он просто будет анализировать какую-то последовательность байт, или там будут какие-то правила, которые можно понять, просто генеря трафик на него. Вот вы генерите трафик, и вы поняли, что типа больше, чем 1000, или сколько там МТУ, больше, чем столько-то не пролазит, там меньше, чем столько-то не пролазит. Он получится немножко говняным. Получается Blackbox, какой-то сервис с неизвестным протоколом. Ну да. Это, в общем, то, чем как раз занимались чуваки, которые репорт предоставили. Они просто смотрели, как китайский firewall будет пропускать, не пропускать трафик. Спасибо. Как вариант завернуть это в CTF-движуху, мы когда приехали на финал BlackHat, мы поняли, что мы в сети с очень жесткими ограничениями на firewall, и мы не могли вообще ничего. Мы не могли ходить по HTTPS на российские сайты, по SSH на российские сервера из вот этой арабской сети. И поэтому нам пришлось… Что нам пришлось сделать? Да, мы завернулись гостом через МТЛС, и после этого все заработало. Так что, в принципе, рабочая тема вполне. Так, ну я так понимаю, больше вопросов ни у кого нет, поэтому спасибо, Денис. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok